Ксения Гордеева Юрия Ивановича Кулакова, совместного ребенка, которого мы творили 7 лет, 8-7 лет, тут нет четкой грани, когда началось, я чувствую, очень волнуюсь и даже не пошел на показ, хотя вот так вот спокойно целиком весь мультфильм я не видел, конечно, знаю все его слабые и сильные стороны, наверное, чувствую себя как отец или мать, которая боится за своего сына или дочку, который играет, ну, например, в теннис. Сейчас уже, конечно, игра закончилась и трудно что-то поправить, изменить, хотя, наверное, все в этой жизни можно поменить, поправить, изменить. Например, после проката Широкова будет еще DVD-диски, он что-то будет дописать. Но хочется, чтобы именно эта версия понравилась широкому зрителю, потому что, понимаете, это была не работа, это было хобби. Нам никто деньги не выделял, ну, в конце фонд кино помог в размере порядка 10, буквально, процентов, если в долларах считать. Если в рублях, то бюджет 150 миллионов, нам помыли 25 миллионов неназвратных. Спасибо вам, спасибо, помогли. Но срок никто не ограничил. Обычно фонд кино дает деньги на 2 года. И никто не даст деньги на производство в 7 лет. А только образ Веронии мы искали. Тут, наверное, все-таки большой плюс, большие аплодисменты Юрия Войча Кулакова, что он спокойно 3 года искал образ Веронии. И когда он нашел, я наоборот говорила, что он не гнал производство, а спокойно искал. Потому что первый образ Веронии был красивая, смазливая девушка. И сейчас образ Веронии, ну, все это увидят, это, это, может, я скажу, грубо, но это мастер спорта по плаванию. То есть серьезнейший дух внутреннего, телесная красота. Ну, и не такой образ русской женщины, они же были здоровые, сильные, красивые, целомодренные, верные. И вот удалось найти именно этот образ русской чистоты. Опять же, этот вот ребенок только делает первые шайпери. Мы еще не знаем, как его примет наше общество, какие будут отзывы, какую энергетику мы получим. Сейчас мы хотим его вывести в свет, научить его ходить, дышать. Уже вот это наше творение. Мне очень понравились годы работы с Юрия Войчем. Если сейчас вернуться на 7 лет назад, я бы сделал ему тоже бы, грубо, Юрия Войча, сделаем мультфильм. Потому что вот то, что мы сделали, это лучше, чем я хотел. Я хотел, чтобы он был похож на князю Владимира. А мне кажется, это тоже решит зритель. Какой мультфильм лучше, князь Владимира или Петр Феврония. Пока по отзывам говорят, что лучше. Я не могу это говорить. Мне, конечно, хочется. Должен сказать зритель, должен сказать маму-папу. Он у нас получился более добрый, более семейный. Я бы не хотел тоже сравнивать. Это неправильно. Но мне он больше нравится. И знаете, что получилось? Ведь мы начали в Мурсильм делать 7-8 лет назад. Мы не знали, какой будет Россия через такой большой срок. Вот, какой будет Россия в 2025 году? Ну, судя... Будет она, не будет. Какой будет зритель? Смешно. А нам нужно было угадать. И мне кажется, что мы угадали. Это очень сложно. Но мы угадали. Вот он вышел в свое время. Как раз к десятилетию праздника, День Семей, Любви и Верности. И такое ощущение, что люди его еще не видели, а уже знают, что там. Они его уже любят, а еще не видели. Это интересное чувство. Я режиссер этого фильма, вторая филология, сценарист. Прошло 6 с лишним лет, ну, почти 6 с половиной, можно сказать, даже 70. Если считать с самого начала задумки Юрия Викторовича Бризанова, в общем, генеральным продюсером этого проекта. Вот только что с ним встретился. Он очень переживает, очень боится смотреть. Я тоже тренированный человек, это не первый кино. Юрий Викторович очень боится смотреть. Ну, это, в принципе, нормально, потому что, когда первый ребенок рождается, потом уже попроще. На руках подержали? Да. Вот мы его руках подержали, уже видели. Сейчас мы отдаем на суд зрителей. Интересно, как здесь хватит? Ну, и, естественно, конечно, есть большой страх, большое желание, чтобы мне все-таки понравилось, где-то отложилось. Это сделано не в традиционной такой голливудской стилистике, хотя нас в филологии, когда все, что не нарисуй, все голливуд уже сделан. Как будто персонажи немножко похожи. Ну, у нас, ну, по крайней мере, группа, с которой мы работали, в основном союз мультфильма, и мы придерживались стандарта наших российских, можно сказать, советских, советской планки и советской школы анимации. Фильм сделан исключительно вырисованной техникой. Мы рисованные мы сделали специально, потому что нам показалось, что делать про таких людей, как Петр и Феврония, про наших святых, компьютерные анимации будут немножечко холодноватые. Ну, не будет вот этой рукотворности. Поэтому мы специально сделали такой немножечко, может быть, устаревший вид. Именно рисованные анимации. Все рисовалось руками, на бумаге. Ну, естественно, компьютер использовался, а так, в основном, классическая анимация. У вас было много фильмов, на самом деле, которые вы сделали. То есть для вас, хоть это и волнующий там, и не первый фильм, вот что особенного в работе вот именно с этим фильмом? Понятно, что здесь вот на такую тематику церковную и так далее. Это первый у вас фильм? Нет, ну, до этого у меня был полный метр «Князь Владимир». Ага. Ну, исторический. Исторический, да. Ну, там была взята специальная история до Крещения Руси. Как бы вот его подход к решению, к принятию этого решения. То есть самого Крещения Руси там нет. Потому что это очень сложная такая тема, именно само Крещение. Мы вот как бы сделали историю, как он подходит к помощи и друзей, и с помощью родов, это не странно подходит к такому решению, к принятию крестьянства. Здесь и продюсер другой, и менталитет у продюсера другой, ну, и, в принципе, и сам человек. Там люди хотели заработать на этом фильме, а здесь человек сам отдавал свои деньги. Понятно. За что, собственно, и я, и вся моя группа еще благодарны. События, человек или вот что-то в вашей жизни, что-то ародинально повлияло, о чем можно рассказать? Может быть, человек, события? Юрий Викторович Рязанов, генеральный наш продюсер. Потому что я всю жизнь работал, уже не больше 20 лет, как режиссер, и сколько продюсеров повидал, а этот человек вообще не антоканта. Очень порядочный, очень трепетный и очень чувствующий, как бы, творчество. Вот это, наверное, самое главное. Итак, ну мы вас поздравляем. Еще немного вы возьмете этого ребенка на руки и покажем всей стране. Еще немножко я его отпущу свободно плавание. В руках я его 7 лет. Малейли, такой вопрос. Вы с Иосифом супружеская пара, и в мультфильме фигурируют. Они супружеская пара стали в конечном итоге. Расскажите, пожалуйста, близко ли вам откликается, ли вам эта история? Ваши эмоции перед... Вообще, я хочу сказать, что сама история этих цветов удивительная абсолютно. И замечательная, что праздник православный, он распразднуется, и он набирает силу, все больше внимания ему уделяется год от года. Конечно, тема семьи, это не может меня обходить стороной, потому что, действительно, я человек очень семейный. По своей природе я, наверное, отрождена, чтобы заботиться, опекать, оберегать. Вот это вот мое доброе предназначение. Несмотря на то, что, сказал бы, лучше я занимаюсь таким видом деятельности, можно сказать, даже идущим в разрез порой. Но, тем не менее, вот мое внутреннее состояние, оно такое. И, действительно, те, кто меня знает, что я все... Для меня семья это основное, что есть в этой жизни. Поэтому, конечно же, когда мне предложили Виктор Чайка спеть песню для этого мультфильма, конечно, мне очень понравилась сама идея. И я сказала, что вот посмотрела уже какие-то рисунки, то, что уже было сделано, ну, уже сделано было больше, честно, практически готовый уже мультфильм. Я подумала, что это как что-то такое большое, нужное, интересное. Почувствовали? Да, конечно, да. И с радостью я спела тут красивую песню, мы ее несколько раз переделывали, потому что хотела, чтобы она действительно соответствовала настроению, соответствовала настроению вот этой самой истории. Не знаю. По-моему, это какое-то очень хорошее, такое доброе дело. Мне кажется, что этот мультфильм должен понравиться зрителям. Да, мы тоже в это верим и на это надеемся. Валерия, будьте любезны, вот такой лайфхак. Вы только что заметили, что вы, несмотря на вашу род деятельности, семейный человек более чем. Скажите, а как успевать? Как вам это удается? Какое у вас, чтобы провести максимум времени с детьми? Вот я скажу, просто я очень организованный человек, наверное, вот с детства, как я всегда была, и поэтому я не мыслю себе отдыха без своих близких. У меня есть работа и семья. То есть у меня промежуточных состояний нет. Потому что все мои даже хобби, какие-то увлечения, какие-то выходные дни, они все равно так и ночью связаны с семьей. Когда дети со мной были маленькие, так я вообще без них не могла провести ни одного дня выходного. Я никак в жизни никуда без них не ездила. Потому что мне казалось, что это просто грех с моей стороны. Вот просто отдыхать, ну, нельзя, ну, вдвоем куда-то поехать. Поэтому я всегда все свои отпуска соотносилась к каникулами. Всегда приурочила так, чтобы мы все всегда могли вместе поехать отдохнуть. И в итоге, на самом деле, мы очень много вместе проводили время. У нас было такое, у них было очень яркое детство, мне что вспомнить. Конечно, да и сейчас. Но все равно сейчас они, конечно, уже у каждого своя жизнь, и они все очень заняты. Но, тем не менее, мы стараемся все равно какое-то время уделять друг другу, вместе путешествовать и просто встречаться, общаться. Потому что это, конечно, очень важно. Ну, тут еще вопрос не в количестве, а в качестве общения. И количество, и качество. Все-таки я считаю, что, несмотря на то, что, казалось бы, я там часто уезжала на гастрон, но все-таки у меня моя жизнь, она зависит, ну, мои рабочие планы, они зависят от меня во многом. Да, да, поэтому я могла построить свою жизнь так, что я могла бы с детьми поехать 10 дней с ними быть вот с утра до ночи. Мне каждый работающий мама себе может такое позволить. Там каждый каникул с детьми находиться вообще все время рядом. Поэтому здесь, конечно, есть и свои какие-то плюсы даже в нашей профессии. И, ну, так, а летом-то вообще мы три месяца были вместе. Мы за кулисами, они за мной на гастроли ездили. В общем, конечно, они тоже... И мне кажется, что для них тоже семья очень много значит. Потому что вот все равно у них пример, не только мы, это пример, это их бабушка с дедушкой, их прабабушка, которую они застали. И вот недавно ушла из жизни, везде было 100 лет. То есть у них была такая действительно... И, кстати, они с дедушкой умерли в один день только 42 года. С разницей 42 года. Вот тоже немножко некая параллель такая. Вот действительно так, да. Поэтому, что бы рассказать. Спасибо вам большое за вклад в этот мультфильм. Спасибо большое. Мы все верим, что это действительно что-то доброе, светлое. Будем держать кулачки. Можно вопрос? Как вы думаете, на День Святого Валентина дарят все друг другу сердца, на День Семьи, Любви и Верности, Вашей семье, что принято дарить друг другу? Вы знаете, как-то мы вообще, честно говоря, во все праздники вот такие вот, да, более-менее официальные, неофициальные, мы не дарим подарки. Мне потому что кажется, что когда человек дарит подарок, потому что календарный какой-то повод наступил, ну, что-то в этом есть, ну, я же с ним беру такие праздники, как там Новый год, 8 марта, это какие-то маркетинговые такие ходы. А что касается подарков, мне кажется, это вообще, они должны делаться вот просто по велению души и сердца, без всяких поводов, вот просто потому что человек вот сейчас захотел сделать своему супругу, или там, своему родственнику, близкому человеку приятно. Вот мы как-то вот такой придерживаемся философии. Мы задавали этот вопрос Юлии Гороховой, которая озвучивала февронию, и мы сгенерировали на этот праздник новый вид вместо... Вот я хотела сказать, что это все сгенерировали. Да, да, на День Святого Валентина принято дарить... Ну, День Святого Валентина, сердечки, да, да, да. А как насчет венка на голову девушке в этот день? Виночки, красиво, красиво, ну, лето же, веночки можно, да, красиво, кстати, очень будет. Я думаю, что очень многие девушки сюда осень будут носить такие веночки, я соглашаюсь. Валерия, это вакурина. Спасибо, всем приятного вопроса. Кончился пресс-показ сегодняшний, все посмотрели ваши эмоции, расскажите про меня, вырежем ваши эмоции. Вы знаете, никакие эмоции, хорошо, чтобы стали появляться русские мультфильмы, и делают это, безусловно, люди бескорыстными. Человек, который все это придумал, он такой божественный Юрий Викторович Рязанов, да, вот, видите, это ему пришло сверху. Энергетический посыл был такой, и он решил это сделать, он делал это 7 лет. Вот просто вдумайтесь, что такое 7 лет рисовать этот мультфильм. И 7 лет вынашивать эту идею. И сегодня, спустя 7 лет, появляется этот мультфильм во всех кинотеатрах. Конечно же, хотелось бы, чтобы зритель, и родители, и дети обязательно посмотрели его. Потому что это важный мультфильм, более того, он несет в себе позитивный характер. Это не просто пропаганда семейных ценностей, да, это, скорее, речь идет о любви, о добре, о сказке какой-то, да. Поэтому я думаю, что история это была, да, Петра и Феврония. Поэтому, как бы, я думаю, что это как раз очень интересно. Мне лично было интересно. Я даже не ожидал, что мы в 21 веке уже отстали давно от Голливуда, мне показалось. Но, глядя на этот мультфильм, я понял, что у нас еще есть надежда и шанс. Потому что, ну вот, понимаете, столько души в этом вложено, столько сердца, столько любви. Поэтому я в восторге. И особенно мне приятно, конечно, что Валерия, действительно, человек с таким звонким, чистым голосом, она как будто бы была в этом мультфильме. Ну и смотрите, изображение. Ну как будто по ней рисовали. Это правда. А вот это Юрий Викторович. Молодость. Молодость. Да. Это потрясающе. А голос Февронии? Как вам показалось, был переданным, было передано настроение? Вы же посмотрели мой мультфильм? Это ведь тоже очень тонко. Да, тонко. Все очень тонко. Конечно. Я думаю, Валерия могла бы озвучить. Но если бы у нас было бы больше времени, может быть, мы бы это сделали. Но все в процессе. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Можно еще вопрос? Да. Вот когда появились вы в этом мультфильме великолепном, и Валерия, прям вообще сразу появилась такая вещь, когда посмотрел мультфильм сразу. Мне кажется, что из этого получится прекрасная музыкальная история. Вы знаете, очень сложно сказать, какая история получится. Я скажу только одно, что мне кажется, что мультфильм удался. И очень важно, чтобы люди, которые инвестировали в этот мультфильм, чтобы они отбили хотя бы вложенные деньги и смогли бы, позволили бы себе поверить в то, что у нас чистое и доброе имеет право на существование. И что в будущем они могут реинвестировать эти деньги в другой какой-то мультфильм. Потому что нам нужно каждый день, чтобы появлялись, пусть будут разные, понимаете, их должно быть много. И чем больше, чем чаще, тем лучше. Ну это пропаганда такого образа жизни, пропаганда семьи, да? И возможно, фидбэк здесь не главное деньги, а главное взращивать такое поколение. Спасибо. Виктор Григорьевич, закончился пресс-показ анимационного фильма «Сказа Петле и Февроний». Скажите, пожалуйста, видите ли вы в этом фильме полноценную музыкальную историю, будь то, может быть, мюзикл или рок-опера, чувствуете ли вы, что из этого может что-то как в старой доброй вене сделать? Конечно, нужно сделать, потому что у нас очень мало… Рок-опера я угадала? Ну не столько рок-опера, потому что здесь рок-опера требует все-таки таких патетических вокалов от Петра, от этого. Есть жанр рок-оперы мюзикл, более понятная вещь, конечно, потому что, во-первых, беда всех мюзиклов, у них плохой сценарий, плохая база, о чем это. И когда получается хорошая база, получается хороший мюзикл. Здесь база вот у нас уже сама по себе, только бери и пиши, поэтому, конечно, это надо делать. Тем более, если Юрий Викторович напишет хорошие стихи, я сейчас наступаю на горло собственной психологии, в которой мы написали саундтрек «Ти светлый глаз», но все остальное – это стихи Юрий Викторовича. Если он напишет хорошие, мы напишем хорошим языком. Кого бы вы видели на роли вокала в роли Петра? Петра? В рок-опере. В рок-опере. Из современных исполнителей? Ну, если я скажу, что Стинга… Из современных, Наташ, мы позовем Антонову Люксу Россию. Стинга, добро пожаловать. Нет, Стинга в юности, а у Стинга здесь суды еще, Стинга в юности. Все, мы все придумали. Спасибо большое. То есть он выделяется? Да, он должен обязательно выделяться. Согласна, абсолютно согласна. Спасибо вам большое. Вот прошел закрытый показ для прессы анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». Было задано несколько вопросов. К сожалению, время на пресс-конференции было ограничено, и поэтому блогеры и журналисты общались уже после показа, в куларах задавая дополнительные вопросы Валерию, Иосифу Пригожину, Виктору Чайкой, продюсерам проекта Юрию Кулакову и Юрию Рязанову. Добро пожаловать в кинотеатры 6 июля. Во всех кинотеатрах создает сказ о Петре и Февронии. Не пропусти. Продолжение следует...